Решила поставить лампу круговую, чтобы лучше записалось видео. Всех приветствую, кто решил потратить свое время на онлайн. Сейчас уже так модно смотреть все в записях, все на бегу. Сама с этим сталкиваюсь. Я очень надеюсь, что наша трансляция пройдет без приключений. Но на всякий случай напоминаю, что я мать троих детей, один из которых сегодня со мной. Если вдруг он захочет подключиться, присоединиться к изучению фармакологии и ветеринарной кардиологии, я боюсь, не смогу ему отказать. Представлюсь. Меня зовут Каменьева Анна. Я работаю заведующим кардиологического отделения в ветеринарном центре «Заостатус». Давно веду кардиологический прием, также занимаюсь визуальной диагностикой разных видов животных. И сегодня мы будем обсуждать очень важную вещь, такую как фармакология, ветеринарная кардиология. Потому как вопросы лекарств, какое лекарство дать, они очень всегда актуальны, очень востребованы. Иногда бывает, рассказываешь какую-то ситуацию долго, упорно, пытаешься какие-то нюансы донести, а врачи в конце говорят, что давать-то таблетку уже, скажите какую. Поэтому мы сегодня с вами пойдем от таблеток. Мы не будем погружаться в нозологические формы. Подразумевается, что врачи, которые слушают эту лекцию, понимают основную нозологию в кардиологии, основные болезни. И мы будем в основном идти от лекарств. Для того, чтобы приступить к этой большой теме, она состоит из трех курсов. Начнем вообще с такого понятия, как в фармакологии, что это такое, какие принципы у нас есть. Когда мы говорим про наш подход в лечении, мы, конечно, стараемся следовать принципам доказательной медицины, что они себя включают. Лечить нужно только тогда, когда есть доказательства выгоды для пациента. То есть мы не назначаем таблеточки просто для того, чтобы... Ну, доктор, вы же приходили, может, вы нам что-то назначите, что-нибудь. Мы должны понимать, что это действительно будет иметь пользу. Лечить нельзя, если есть доказательства бесполезности или вреда для больного. То есть назначение препаратов бесполезных типа рибоксин – это на уровне нельзя. К сожалению, в современном мире, даже, наверное, к счастью, если вы используете препараты из разряда как рибоксилазы, рибоксинов и еще другого мракобесия, мы в последней теме этого коснемся, ваши коллеги, кто действует по принципу доказательной медицины, скорее всего, будут недоверительно относиться к таким рекомендациям. Я понимаю, что некоторые врачи говорят, что я знаю, что это бестолковый препарат, но вот владельцы очень хотели. Тогда так и пишите, если вы там не стали отменять это лекарство, так и пишите, что, допустим, там пациент получает рибоксин по желанию владельца. То есть это не ваша рекомендация. Это владелец сам решил делать такую штуку, допустим. То есть как бы все-таки отстаивайте свои знания. Доказательная медицина гласит, способы лечения препаратов должны пройти проверку на эффективность и безопасность в клинических исследованиях, проведенных по четким и строгим правилам. И это очень важный пункт. Извиняюсь, так, последние. Исследования могут иметь различный план, от которого зависит качество и результат. Если вы читаете какие-то статьи зарубежные, то тоже надо понимать, что есть исследования, проведенные там, условно говоря, 300 животных, плацебо-контролируемые, рандомизированные и так далее. Есть исследования, проведенные там на трех кроликов, в пробирках и так далее. То есть ценность этих исследований, безусловно, очень отличается. Итак, у нас есть различные виды. Рандомизированное, проспективное, двойное, слепое исследование. Максимально точный, непредвзятый результат. То есть когда рандомным образом выбираются пациенты по заранее продуманной схеме, оба препарата, которые получают пациенты, ослеплены, то есть они выглядят абсолютно одинаково. И ни врач, ни пациент не знают, двойное, да, ни врач, ни пациент не знают, какое лекарство они получают. Это считается высший пилотаж. Если оно еще многоцентровое, вообще прекрасно. Соответственно, по такому принципу надо обязательно учитывать, когда вы анализируете данные на то или другое лекарство, каким образом его исследовали. Потому что давно доказано, когда человек дает какое-то лекарство, он верит, что оно должно работать, результаты в дальнейшем, которые он может получить, могут быть предвзяты. Есть уровни доказательности в зависимости от того, насколько четко тот или иной препарат был подвержен вот этой оценке. Есть класс доказательности 1 или класс А. Это как раз вот эти двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, проведенные на большой выборке пациент. Второй класс – это небольшие рандомизированные или какие-то клинические исследования с меньшей группой пациентов, где там 15-20 пациентов участвовало. Класс 3 – нерандомизированные исследования. В нашей практике это обычно какой-то ретроспективный анализ данных. То есть мы происследовали, как мы лечили пациентов за последние 10 лет, и пришли к выводу. Это всего лишь третий класс доказательности, хотя это тоже огромная работа. И четвертый класс – это мнение экспертов по какой-то проблеме. Ну, допустим, я считаю, у меня эта штука работает на отлично. Вот это низший уровень вашей экспертизы. То есть если вы приняли решение дать тот или иной препарат, потому что ваш коллега, возможно, прекрасный специалист, эксперт, мы не говорим про мнение бабушки в поликлинике, мы говорим про мнение экспертов, сказал вам, что, слушай, отличная штука, не прогадаешь. Вы можете прислушиваться к этому мнению, безусловно, но, тем не менее, это только четвертый класс доказательности, самый низший. Как мы собираем эти доказательства все-таки? В первую очередь мы ищем идеальный источник информации, статьи, гадлайны. Когда лекторы пишут какие-то презентации, мы всегда стараемся сделать ссылки, чтобы было понятно, что это не мое мнение, четвертый уровень. А что это что-то уровнями выше. Поэтому обращайте внимание на те источники, откуда врач, лектор или ваш коллега, там любой, вам эту информацию преподносит. Критическая оценка качества информации. Достаточно ли я верю результатам этого исследования? То есть есть огромная группа работ, посвященная тому, насколько исследования информативные, насколько они правильно смоделированы. Ну, чтобы вы понимали уровень критинизма, простите меня за это такое слово, не медицинское. В медицине человека есть исследования, посвященные тому, помогает ли мольба родственников из-за пациента улучшить его клиническое состояние. Есть данные, которые пытаются это проанализировать. Есть ли успех там молиться до того, как была проведена операция, после. То есть вот это анализируют. Вот исследование есть написано, оформлено правильно. Да, но нужно понимать, доверяете ли вы тому, как было проведено это исследование, и как люди могут это доказать. То есть каким способом это можно доказать, на глаз, или все-таки какой-то математический, химический метод там существует. Как использовать результаты исследований или рекомендации в конкретном случае? Далеко не всегда мы можем получить данные, что вот эта таблетка может быть использована так-то, а это в другой ситуации. Либо ваш клинический случай не попадает под 100%, а это почти всегда так, под ту или иную рекомендацию. Например, мы прочитали там, допустим, что пимобиндан может быть использован у собак, где в инструкциях написано. Можем ли мы это переносить на кошек? Можем ли мы медицинские данные переносить на наших пациентов? Вроде бы физиология где-то схожа, где-то не схожа. А как быть, если мы говорим про травоядных животных? То есть нужно анализировать, насколько в данном исследовании полученная информация будет сопоставима с вашим клиническим кейсом и как вы сможете ее применить. Возможно, вам сейчас эта лекция покажется немножко занудной, но на самом деле она должна настроить ваше сознание и, соответственно, сознание владельца, в котором вы будете, по сути дела, доказывать вашу правду на правильный тон. Итак, что мы имеем в ветеринарии? Это такой был идеальный мир доказательной медицины. Что есть у нас? Мы понимаем, что нельзя данные из гуманной медицины напрямую переносить на собак и кошек, потому что человек не собака и не кошка и так далее. У нас достаточно мало крупных исследований, и они почти все посвящены собакам. То есть другая группа животных крайне недообследованы. Кошки более-менее, все остальные находятся прямо в невыгодной ситуации. Часть исследований спонсируется фирмами-производителями, а значит тоже могут, и это есть уже доказанные факторы, могут быть не то чтобы там подтасовка данных, но немножечко такая позитивная интерпретация той или иной информации выгодной производителям. Есть группы пациентов и патологии, где сложно провести крупные исследования. Допустим, одновременно найти кошек с хелезным выпытом, там, не знаю, карциномой легкого и там какой-нибудь отрезии левой почки. Ну, таких 10 штук не наберешь. То есть у нас просто достаточно вариабельно проявление клинического. Обращаются пациенты к нам часто на поздних стадиях. Не всегда нам удается подобрать эти однородные группы. Как бы нам хотелось этого сделать. Ой-ой-ой, за задом немножко попутываю. Да. Уровень рекомендаций, да, то есть вот как собрав все вот эти данные по исследованию и так далее, какой уровень рекомендаций может быть. Есть, может быть, зеленый уровень рекомендаций, когда есть мировые данные, есть гадлайны, так называемые. Большинство экспертов однозначно используют данный препарат в этой ситуации. Не все эксперты однозначно используют данный препарат, но он может быть рассмотрен как препарат выбора второй линии, либо если что-то не работает. И красный уровень рекомендаций, когда мы не рекомендуем это лекарство, потому что оно либо неэффективно, либо даже может иметь потенциальный вред. Ну и вот мы будем в дальнейшем разбирать многое касательно фармакологии. Буквально маленький словарь и вспомним, что фармакокинетика, раздел фармакологии, изучающий всасывание, распределение в организме, депонирование, метаболизм, выведение вещества, распадывание метаболизма и так далее. А фармакодинамика изучает совокупность этих лекарственных средств и влияние на наш организм. Соответственно, есть еще такие понятия, как Т1-дробь-2, это период полураспада вещества, время, нужное метаболит вот этому активному веществу, которое получено из того, что мы проглотили, для потери половины его фармакологического свойства. Соответственно, С-макс – это пиковая концентрация вещества в сыворотке крови, а Т-макс – это время до наступления этой максимальной концентрации, потому что мы дальше будем эту аббревиатуру использовать, чтобы все четко понимали, о чем идет речь. Ну и, конечно, хочется, чтобы мы немножко более чутко подходили к нашим пациентам, чем деля их по возрасту, фенотипу и так далее, как на этой картинке. Малыши пьют оксицелин, старики можно все, 38-65 – Виагра. Ну, в общем, получаем диагноз, подбираем терапию. Итак, перейдем непосредственно к препаратам, входящим в комплексную терапию лечения застойной сердечной недостаточности. Время у нас с вами немного, поэтому будем действовать по плану четко. Итак, за эти три курса мы разберем с вами следующую группу препаратов. Сегодня мы поговорим про пимомбинтан и ингибитор АПФ. Далее мы будем говорить с вами про диуретики и тоники. Добутамин, допамин. И на последний день у нас останутся с вами антикоагулянты, антиагреганты, антиаритмики и препараты, которые не стоит применять в ветеринарии, когда они могут быть вредны, либо препараты, которые могут как-то там оказывать воздействие свое, на что надо обращать внимание. В общем, надеюсь, что мы все успеем. Готовясь к данному вебинару, я постаралась подобрать какие-то последние данные, последние статейки. Поэтому, надеюсь, нам будет всем это интересно и любопытно. Итак, первый препарат, который мы все достаточно часто пользуемся, я думаю, нет таких, кто бы про него не знал. Это пимобиндан. Фармакологическая группа – это кардиотомическое средство. При попадании в организм пимобиндан распадается на два метаболита. Сам по себе пимобиндан и дексметилпимобиндан, которые немножечко по-разному владают тем или иным свойством самого препарата. Что же нам дает пима? Первый момент, когда он может быть полезен – это положительный инотропный эффект. Идет синсетизация миокарда к иону кальция, но при этом нет дополнительной затраты энергии. То есть клетки миокарда становятся более чувствительны к кальцию, но они не затрачивают большее количество молекул АТФ, что очень важно, потому что таким образом у нас не увеличивается потребление энергии кислорода миокарда. Второй очень важный момент – это вазодилитирующий эффект. Пимобиндан, в особенности дексметилпимобиндан, его метаболит, является ингибитором фосфодиэстераза-3 и фосфодиэстераза-5. Есть еще один препарат, в частности, который это делает. Допустим, силобинофил тоже является ингибитором фосфодиэстераза-3. Соответственно, в гладких мышцах сосудов за счет этого идет расширение самого сосуда, периферических артериол, крупных коронарных артерий, то есть у нас улучшается перфузия миокарда, и крупных лёгких артерий, аорты и периферических вен. То есть за счет расширения сосудов у нас, соответственно, улучшается преднагрузка, она уменьшается и улучшается постнагрузка. То есть пимобиндан – такой препарат в этом плане уникальный, он работает по разным направлениям. Еще разочек, как это у нас проявляется. Улучшение систолы, то есть положительный инотропный эффект. За счет активации кальциевых каналов L-типа, за счет фосфорилирования протеи... Есть исследования еще прямо на кардиомиоцитов, но в точках отдельно, но мы с вами урезаны немножко во время. Вазделитирующий эффект, да, опять же, ингибиция фосфодистраза 3,5, гладкие мышцы сосудов. Также за счет того, что снижается концентрация кальция в гладкой мускулатуре, улучшается расширение сосуда, улучшается расширение периферических артериол, коронарных артерий. Это очень важный эффект, который мы будем говорить про клинический кардиологический отек легких. И то есть одно лекарство обладает двумя разными действиями, но оба этих действия крайне выгодны для пациентов с застойной сердечной недостаточностью. Итак, что мы знаем про этот препарат? Как он работает, как всасывается? Пимебендан можно вводить разными способами. Вы удивитесь, тут этих способов будет обсуждено 3. Первый, вполне нам привычный, это оральный путь введения. Биодоступность достаточно высокая, 60-70%. Максимальный эффект отмечается через 2-4 часа. Если вы ведете клинический прием, как кардиолог, вы можете обратить внимание для пациентов, особенно с выраженной, сниженной систолической функцией сердца. Если вы будете смотреть, то пациента через 2-4 часа после приема пимебендана, она может быть лучше, чем через 8 часов после его приема, допустим. Либо там через полчаса после приема пимебендана. То есть, когда у вас есть пациент с ДКМП, таким выраженным, иногда даже это глазом можно разглядеть. Большая часть препарата выводится с калом. Взаимодействие с другими препаратами какое? Безопасен в комбинации, которые мы часто используем с ингибиторами, с диуретиками, с антиаритмиками, бета-блокаторами, блокальциями кальциевых каналов. Может ослаблять их положительный эффект. Может увеличивать абсорбцию дегоксина, но при том не меняется ее концентрация в плазме. Доказано, что проводились такие исследования, что пимебендан, несмотря на то, что он взаимодействует с кальцием, но он всего лишь, по сути дела, усиливает чувствительность кардиомиоцитов к кальции. Причем не на уровне трансмебранного потенциала действия, а на уровне взаимодействия актин-миозина. То есть сравнивали, может ли пимебендан вызывать какой-то проритмогенный эффект. Ничего такого не замечено, потому что я знаю, что некоторые боятся назначать лекарства. Вроде бы как вдруг способствуют развитию аритмии. Можно смело этого не опасаться. Также у нас есть внутривенный способ введения пимебендана. Здесь биодоступность будет выше, порядка 100%. Связь с белками тоже выше. Период полураспада короткий, 0,4-0,1 часа. То есть прям вот маленький период, порядка четверти часа. А не четверти, чуть больше, 40%, 0,4-я часть. Это порядка 20 минут. Период полувведения активного метаболита порядка 2 часов. То есть достаточно короткий период действия. Тем не менее в инструкции прописано, что препарат используется 2 раза в день вводится лекарство. Иногда мы до 3 раз поднимаем дозировку. Есть интересные данные относительно внутривенного фармакодинамики, фармакокинетики пимебендана. Исследование на небольшой группе пациентов, 9 биглей, под анестезией. Но зато оно технически очень продуманное. Этим пациентам всем оценивали, обратите внимание, какая большая работа. Давление в левом желудочке, в аорте. Оценивали сердечный выброс. Это все была инвазивная катетризация сердца. Давление в фрам предсердия, в легочных артериях, в легочных сосудах. До и после однократного боли с пимебендана. В дозировке рекомендованы в инструкции 0,15 мг на килограмм. Кривые из этого исследования. Мне кажется, они достаточно интересные. На А картиночке, да, у нас выброс сердца как возрастает. Обратите внимание, как быстро идет возрастание. Давление тоже возрастает, не так стремительно, но тем не менее идет рост. А здесь мы, наоборот, видим снижение общего перифизического сосудистого сопротивления и легочного сопротивления. Рост ЧСС наиболее значимый происходит в первые полчаса после введения препарата и дальше держится на этом уровне. Еще раз повторюсь, это не очень хороший эффект, особенно когда мы говорим про кошек. Но если у нашего пациента невысокая ЧСС, то нам это не важно. Комплексы КРС и интервал КУТ как-то значимо не меняются при этом. Интересный момент про то, как ведут себя метаболиты при внутривенном введении. Помните, мы сказали, что пимебендан распадается на два метаболита. Сам по себе пимебендан и дексметилпимебендан. Вот так он сокращается. ОДМП. Обратите внимание, концентрация метаболита дексметилпимебендана очень быстро нарастает и потом дольше действует. Мы же с вами говорили, что дексметилпимебендан чуть более активный с точки зрения ингибирующего эффекта. То есть ингибирование фосфодистераза 3,5. А пимебендан более активен с точки зрения улучшения инотропной функции сердца. Соответственно, мы можем видеть, что через 3 часа достаточно так начинает снижаться значимый у нас уровень пимебендана. А уровень дексметилпимебендана сохраняется на таком приемлемом уровне еще порядка 6 часов. Это может помочь вам в анализе того, как ваши пациенты себя чувствуют. Конечно, вот этот момент нам очень важен для пациентов с отеком легких, особенно когда мы говорим про пациентов с отеком легких и с сохраненной систолической функцией. Это все наши кошки и пациенты с эндокардиозометрального клапана. Интересный момент, возможно, неожиданное. Ректальное введение пимебендана. Для меня стало сюрпризом, что, оказывается, в Соединенных Штатах Америки отсутствует внутривенная форма пимебендана. Даже где-то отлегло. Вот мы сейчас периодически есть перебой с лекарствами. То фуросимид бывало пропадал, то теофилин. Синолокс сейчас с огнем не найти. Но, в общем, иногда мы испытываем сложности. И иногда думаешь, ну, господи, ну почему вот у меня все вот не хватает никак? И тут смотришь, оказывается, на всю целую Америку нет инъекционной формы пимебендана. Бедные доктора, конечно, остаются им только посочувствовать. Но ребята находчивые провели исследование по ректальному способу введения лекарства. Они взяли 8 здоровых собак, достаточно немаленьких, видимо, чтобы процедура была для них такая поспокойнее. И они вводили им орально и ректально пимебендан в дозировке 0,5 мг на килограмм. То есть дозировка более высокая. Почему они выбрали дозировку 0,5 мг на килограмм, а не 0,25? Потому что есть там до этого предыдущие исследования, где тоже вводили ректальный препарат. И выяснилось, что в дозе 0,25 он как бы, ну, не особо эффективный. Поэтому в этом исследовании сразу же отдали предпочтение дозировки 0,5 мг на килограмм. Обратите внимание, что мы можем видеть по поводу концентрации лекарства. Так, сейчас я вот это все могу. То есть здесь мы видим пимебендан перорально, пимебендан перректально. Дозировочки. Обратите внимание, С-макс, то есть максимальная концентрация пимебендана, конечно, достаточно несопоставима. Да, то есть 10 против почти пятидесяти. Дексметилпимебендана 30 против здесь 8,8. Минимальные концентрации не так сильно разнятся. Но обратите внимание, сейчас на следующем слайде мы увидим интересный момент. При ректальном введении уровень дексметилпимебендана сопоставим с терапевтическим приоральном введении. То есть они сравнили эти данные. Когда мы даем пимебендан в стандартной дозировке 0,25 мг на килограмм, у нас получается у пациентов уровень дексметилпимебендана в крови тоже может быть вполне себе сопоставим. То есть он вот такой. У нас получается 3,6. 3,6 в оральной дозировке 0,25 мг на килограмм. А при ректальном введении 0,25 мг на килограмм у нас получается 8,8. То есть уровень дексметилпимебендана при ректальном введении в дозировке 0,5 мг на килограмм сопоставим с концентрацией этого метаболита, он даже выше, при оральном введении в дозировке 0,25 мг на килограмм. К чему я в общем все это веду? Я знаю, что не во всех клиниках есть внутривенный пимебендан. Для некоторых это может быть дорого. Некоторые владельцы отказываются ехать в клинику, когда им пациент становится тяжелее. Бывают ситуации, когда у пациентов открывается рвота. Нет возможности поставить внутривенный катетер. Я, конечно, понимаю, что оректальное введение достаточно стрессовый способ введения. Но когда пациент находится в тяжелом состоянии, а мы, конечно, говорим про эту возможность только для пациента в тяжелом состоянии, когда пациент стабильный, оральный, безусловно, способ введения будет предпочтительней. Мне кажется, достаточно это такой хороший выход, если у вас нет внутривенной формы. Более того, если там статья такая большая, есть в участке толстого отдела кишечника, куда вводится непосредственно клизма, зона, благодаря чему метаболизм в печени проходит гораздо быстрее. То есть при ректальном введении вот этот уровень дексметилпимебендана в крови возрастает быстрее, чем при оральном введении. Пациент быстрее получит это лекарство, чем при оральном введении. Ну, в общем, может быть, для рутинного использования эти знания вам и не пригодятся. Но, так сказать, на случай каких-то сложностей у владельцев либо отсутствия внутривенной формы, мне кажется, на заметку. Мне, по крайней мере, это было любопытно, когда я ознакомилась с этой статьей. В стандартной дозировке все же включают в себя дозу 0,2-0,3 мг на килограмм каждые 12 часов. Обычно мы назначаем, меньше 0,2 назначать нелогично, но иногда мы округляем дозировки лекарств немножко в большую либо немножко в меньшую сторону, еще раз повторюсь, в немножко меньшую сторону, если это связано с какой-то рационализацией в делении самой таблетки. Усильные дозы у рефракторных пациентов либо у пациентов с кардиогенным отеком легких внутривенно мы можем увеличивать даже до 0,25 мг и вводить чаще. И оральные тоже дозировки могут быть увеличены фактически в 2-3 раза. Но это, еще раз повторюсь, нестандартные ситуации. Стандартные дозы, которые указаны в инструкции, соответственно, в верхней части слайда. Если вы используете дозировки усиленные, советую тоже это обговорить с владельцем, что это вот на основании клинических данных. Мы знаем, что бембиндан безопасен в этих дозировках, по крайней мере, у собак. Поэтому надо обговорить с владельцем, что вы назначаете препарат в дозировке, не прописанный в инструкции, чтобы не было каких-то сложностей и не обвинили вас во всех бедах в дальнейшем. Если какие-то вопросы у вас возникают по ходу, вы можете писать их в чат. Если останется время в конце, обсудим обязательно все вопросы. Если какой-то критичный вопрос, либо вы увидите какую-то ошибку на слайде, тогда прямо давайте по ходу. Итак, какова наша область применения бембиндана? Опять же, мы это делаем не из моего опыта, а из исследований. Доклиническая стадия эндокардиоза метрального клапана, так называемая стадия B2 по Эквим, когда у нас, соответственно, КДР нормализованный больше либо равно 7, когда у нас левое претердие каорти больше, чем 1,6, ВИЧС больше 10,5. Это, пожалуй, одно из самых больших исследований, посвященных данному лекарству. Эпик стадия, так называемая, большущая группа известных всем нам кардиологов, принимала в нем участие Бонагура, Аяма, Герхард Вес, Хакстром, Босвуд. Ну, в общем, здесь одна фамилия Роберто Сантилия. Ну, огромное количество известных мировых кардиологов провели исследование. Опять же, обратите внимание на формат исследования. Проспективное, рандомизированное, плацебо-контролируемое, слепое, многоцентровое клиническое исследование, двойное слепое, многоцентровое клиническое исследование. Максимальный стандарт, который можно себе только представить. Итак, всего было 360 собак. 70, 178 получали пимбиндан. Дозировки 0,4-0,6 на 24 часа. 176 поручали плацебо. Оценивали время до наступления застойной сердечной недостаточности, что это значит, когда пациент поступал с отеком легких, соответственно, клиническим, либо при дотечном состоянии, каком-то тяжелом. Время до сердечной смерти, либо эутаназии, из-за того, что качество жизни было уже значимо плохим. Итак, что же мы получили? Мы получали, что в группе с пимбинданом время до начала ХСН состояло 1228 дней против 766 дней в группе с плацебо. Согласитесь, все-таки значение больше, чем в год. Это то, на что стоит обратить внимание. Также проводили оценку быстрого влияния. Через 35 дней от начала приема отмечали уменьшение основных параметров сердца, которые влияют на гемодинамику. КДР, КСР, уменьшение левого предсердия, улучшение систерической функции левого желудочка. Время до смерти и эутаназии на фоне приема пимбиндана было 1059 дней, на фоне приема плацебо – 900 дней. Это без малого тоже полгода. То есть это большие значения, которые, конечно, являются значимыми для владельцев, для пациентов и для врача, потому что во многом успех вашего взаимодействия оценивается в том, как долго и как хорошо этот пациент жил, в чем еще оценивать. Можно так сказать, безоговорочная победа. Данное исследование было даже завершено чуть-чуть раньше, потому что настолько было очевидно, настолько было очевидно, что таблетка плацебо, то есть, еще раз повторюсь, двойное слепое, не знал никто, что дает. Но было понятно, что в этой группе пациенты живут лучше. Исследование даже завершили раньше, чем планировали, потому что даже не видя, какая таблетка, было понятно, что в этой таблетке содержит действующее вещество, которое улучшает качество жизни и время до смерти и проявление клинических симптомов. Иногда пациенты нам говорят, можно чем-то заменить пимобиндан, можно мы что-нибудь придумаем другое. Сейчас на рынке есть дженерики, так называемые, то есть не ветмедин, а торговое название, производитель Бюрнгернгельхайм, есть также препарат пимопед, еще периодически есть пимобиндан белорусский, есть хардмедин, это дженерики, то есть подразумевается, что у них в упаковке написано, что все они содержат тоже действующее вещество пимобиндан. Иногда дженерики пропадают, мы не всегда уверены в качестве этих дженериков, то есть более доверительное такое отношение у нас к препарату пимопед, хотя нужно понимать, что опять же, почему у нас позитивный настрой к оригинальному препарату, потому что во всех исследованиях, во всех исследованиях используется именно оригинальный препарат, а дальше эту формулу производители другие просто копируют. Как они это делают? К сожалению, мы не всегда можем это отследить. Некоторые производители делают это прекрасно, и мы не видим никакой разницы. Иногда мы видим, что препарат работает не так хорошо, но опять же, мы видим, это последний уровень доказательности. Итак, была исследование, когда сравнивали пимобиндан с бенозеприлом. Проспективное, одноцентровое, рандомизированное слепое исследование, в нем было 260 собак, их порно разделили на две группы, одна получала пимобиндан в стандартных дозировках, другая бенозеприл, также в стандартных дозировках. Первичная и конечная точка также была наступление симптомов, смерти или проявления ЗСН. В группе с пимобинданом пациенты дошли до этой точки за 267 дней, с бенозеприлом за 140 дней. Поэтому мы понимаем, что аналогов чего-то, чем мы могли бы заменить это лекарство, нет. Не стоит пытаться, допустим, ингибиторами заменить пимобиндан. Это другое лекарство, мы будем говорить во второй части об ингибиторах, но если вашему пациенту показан пимобиндан, ваша задача провести разговор с владельцами и объяснить, насколько это принципиально важно для качества жизни пациентов. Использовать дженерики, в общем-то, вы тоже можете. Еще раз повторюсь, у нас нет никаких данных, никаких исследований, которые бы сравнивали оригинальные препараты с дженерикой. Когда еще может быть полезен нам пимобиндан? Давайте посмотрим. Легочная гипертензия. Такое состояние, которое достаточно иногда бывает остро развивается. И мы уже говорили, что пимобиндан как асилденофил является ингибитором фосфодиэстраза-3 и то, что он расширяет артерии, а значит, способен снижать давление в легочной артерии и в правых камерах сердца. Было проведено несколько исследований по поводу влияния пимобиндана у пациентов с легочной гипертензией, с хронической сердечной недостаточностью. Нужно отметить, что пациенты, которые участвовали в этих исследованиях, они имели легочную гипертензию, связанную с сердечной недостаточностью, с дегенерацией метрального клапана. То есть эта сердечная недостаточность и эта легочная гипертензия в большей части этих пациентов была ретроградной, связана с повышением давления в левых камерах. Отметили значимое улучшение, снижение тяжести легочной гипертензии в сравнении с плацебо, улучшение качества жизни. Но не совсем ясно, что же более значимо в данной ситуации. Улучшение состояния за счет снижения давления в левых камерах либо прямая дилетация легочной артерии. Либо комбинация этих эффектов. То есть, что пимобиндан будет полезен у пациентов с ЗСН плюс ЛГ, это безусловно так. Насколько комбиндан будет эффективен у пациентов с изолированной легочной гипертензией, которая, допустим, могла развиться из-за основного какого-нибудь легочного заболевания, это, к сожалению, пока этот вопрос остается открытым. Но очевидно, что пимобиндан влияет на правый желудочек. Тоже были проведены исследования, оценивали систолическую функцию правого желудочка у собак с дозировочкой стандартной пимобиндана 0,25 мг на килограмм. И отмечали значимое увеличение всех показателей ТАПСы, фракционного изменения площади правого желудочка, С-штрих и спеклтрекинг оценивали. Все эти показатели улучшались, но не оценивалось клинических данных, то есть нет исследований, где бы оценивали пациентов с симптомной правосторонней сердечной недостаточности, изолированной. И именно клинический пимобиндан здесь помогал. Но на всех точках их кардиографической, мы видим положительный эффект пима при правосторонней сердечной недостаточности, при снижении систолической функции правого желудочка. Дилетационная кардиомиопатия и пимобиндан, что у нас есть по этой болезни? Соответственно, собаки с ДКМП протект, исследование с дилетационной кардиомиопатии, 39 получали пима и 37 получали плацебо. Что мы имеем? На 9 месяцев увеличивалась медиана времени до начала застойной сердечной недостаточности. Уже через 30 дней размер сердца уменьшался, это, безусловно, важный параметр для пациентов с ДКМП. Но не влияет на риск внезапной смерти аритмии. Все-таки мы помним, что при ДКМП огромное количество аритмогенной есть, так называемой формы. Вообще проявление аритмии достаточно частое. Исследование рандомизированное, слепое, опять же, плацебо-контролируемое, параллельное, групповое, многоцентровое. То есть достаточно такое полезное и с хорошим уровнем доказательности. То есть у нас уже получается, что пембиндан можно применять у пациентов с эндокрадиозом стадии B2, у пациентов с ДКМП со снижением систерической функции левого желудочка. Это однозначно. Скорее всего, у пациентов со снижением систерической функции правого желудочка, у пациентов с легочной гипертензией достаточно большой список. И он еще не закончен. Итак, суммируя то, что сказано по собакам, у нас доказана эффективность пембиндана собакам с эндокрадиозом на стадии B2 и выше, доберманам, повторяясь, вероятно, другим собакам с дилетационной кардиомиопатией, но исследований по другим собакам особо нет. Применение пембиндана у пациентов с кардиогенным отеком легких, пациентов с застойной сердечной недостаточностью, в том числе рефрактерных, если это ЗСН связанно с какими-то другими патологиями, ни с ДКМП, ни с эндокрадиозом, например, то могут быть пороки, перенесенные миокардит и так далее. Пациенты с прекапиллярной дилетационной кардиомиопатией, посткапиллярной, недоказана эффективность пембиндана на стадии B1 при эндокрадиозе метрального клапана, также недоказана эффективность пембиндана у пациентов с сохраненной систерической функцией левого желудочка, либо у пациентов с аритмиями при подозрении на ДКМП. То есть у этих пациентов показаний к пембиндану пока никто не нашел. Это еще не все про пембиндан. Дальше кошки. Кошки не люди, кошки не собаки, про них нужно поговорить отдельно. Всасывается также в тонком кишечнике, метаполизируется в печени, здесь все понятно. У кошек однозначно более выраженно снижается биодоступность при поступлении с пищей. Это важный момент, когда мы говорим про пищу. Особенности питания кошек, участие кошек, присутствует так называемый буфетный тип питания, когда животное постоянно получает еду. Не разделено прием пищи на утро и вечер, а постоянный прием пищи. И это нужно учитывать. Безусловно, снижается биодоступность при рвоте диареи, солевация также, потому что может часть препарата удаляться со слюной. Это момент, который может быть значим, когда мы говорим про дозировки для кошек, так как в инструкции, и это важно, нет рекомендаций для кошек. Всегда, когда вы назначаете пимобинтан кошкам, обязательно оговаривайтесь владельцам, что вы делаете. Это согласие владельца в разрез инструкции. Время полувыведения почти в 3 раза дольше, чем у собак. То есть, с другой стороны, мы видим значимое снижение биодоступности пимобинтана, с другой стороны, в 3 раза дольше выводится, чем у собак. Пиковые концентрации в стандартных дозировках более чем в 10 раз выше, чем у собак. Дексметилпимобинтан имеет более выраженную активность в ингибировании, и он у кошек вообще более активен, чем пимобинтан. Есть также исследования с маленькими дозами, но при этом пока нет однозначных данных, насколько это связано с клиническим эффектом. И все эти исследования по усвоению и так далее, они были проведены на здоровых кошках. То есть, нам, конечно, не хватает клинических исследований по кошкам больным. Ну, как бы, что имеем, так сказать. Однозначно понятно, что пимобинтан безопасен, то есть, не стоит опасаться того, что если вы идете в прозрес с инструкцией, то это может быть опасно. Прием его не вызывает каких-то значимых побочных эффектов. Может отмечаться рвота или солевация, но у части кошек такая есть реакция на любую таблетку, возбуждение, диарея, либо запора. Отмечено значимое улучшение функции левопредсердия. Это важно, потому что есть группа исследований, посвященных именно функции левопредсердия у кошек, и то, как это значимо влияет на проявление застойной сердечной недостаточности и продолжительной жизни. Также присутствует положительный лузинотропный эффект, то есть, улучшается диастолическая функция левого желудка, что для кошек также важно. И есть в инвитро теоретические обоснования к тому, что пиминбиндан может снижать риск тромбоэмболии. Может приводить к кратковременному росту скорости в области выносящего тракта левого желудочка. А значит, у пациентов, у которых есть обструкция этой области, не пиминбиндана, может усилить эту обструкцию и потенциально может быть опасным. Какие у нас есть данные по поводу применения пиминбиндана у кошечек с застойной сердечной недостаточностью? Достаточно большое исследование 170 кошек с ССН. Большая часть из них была с гипертрофической кардиомиопатией, неклассифицированной кардиомиопатией, 37% ДКМП и другими патологиями, в частности арифмогенодисклазия, патологиями митрального клапана, трехпредсердное сердце и так далее. Пиминбиндан давали в кабинет с другими лекарствами и, соответственно, наблюдали, что среднее время жизни составил 151 день у кошек. Наблюдалось улучшение сократимости, уменьшение размера левого предсердия и застойных явлений и только лишь у пяти кошек отмечали побочные эффекты в виде ажиотации, рвоты, запора и анорексии. Нету сравнения, конечно, к сожалению, с пациентами, пациентов с группой плацебо, но тем не менее мы видим, что такое большое количество кошек получал пембиндана достаточно безопасен и в дозировке стандартной для собак 0,24 мг на килограмм. Следующее исследование 2012 года дает перспективный анализ эффективности пембиндана у 27 кошек, у которых была снижена это важная и не так часто у кошек систолическая функция левого желудочка. Средняя продолжительность жизни на фоне добавления пембинана в химии лечения составила 167 дней против 13 дней по ранее опубликованным исследованиям. То есть здесь не было группы с плацебо, просто проанализировали данные у других кошек с систолической функцией сниженной, которым не давали пима, а время выживания было 13 дней. С пембинданом это показатель возрос до 167 дней. Только у одной кошки отмечались негативные факторы, у остальных отмечалось опять же рост фракции выброса и укорочения левого желудочка, уменьшение размеров левого предсердия. То есть кошки с сниженной систолой левого желудочка такие очень значимые группы пациентов на пимобиндан. Еще один ретроспективный анализ 32 случаев кошек которые получали ингибитор АПФ фуросимид и таурин в группе с пимобинданом соответственно среднее время жизни было в 4 раза выше чем у пациентов которые не получали пимобиндан и меньше частота встречаемости тромбоэмболии побочных эффектов каких-то не отмечали но тем не менее несмотря на эти исследования в инструкции пимобиндан все еще не прописан и не факт вообще что его пропишут еще одно исследование ретроспективного исследования кошек ЗСН на фоне просто гипотерапической кардиомиопатии и гипотерапической обструктивной кардиомиопатии без значимого снижения систолу этих пациентов 2 группы по 27 кошек получавшие лечение ЗСН плюс пимобиндан пациенты с выраженным снижением систолической функции тоже в общем-то переносили пимобиндан хорошо что получается какие выводы увеличение продолжительности жизни в группе с пимобинданом достаточно значимое 626 против 103 дней хорошая переносимость лечения но опять же это ретроспективное исследование и малое количество кошек с обструктивной кардиомиопатией но цифра внушающая такой оптимизм я бы так сказала хотя исследование далеко не идеальное итак выводы которые мы можем сделать исходя из того что у нас есть по кошкам пимобиндан в целом достаточно хорошо переносится кошками в том числе в стандартных дозировках но однозначных рекомендаций по дозировкам к сожалению нету то есть нету данных по высоким дозам пимобиндана есть данные что может работать на более низких дозах даже 0,14 миллиграмм на килограмм метаболизм и биодоступность у кошек отличаются более капризные чем у собак более отмечена взаимосвязь с приемом с пищей то есть снижается усвоение пимобиндана дозировки могут начинаться с 0,125 миллиграмм и до стандартных дозировок окончательных рекомендаций не существует он может быть рекомендован рефрактерным пациентам и кошкам со сниженностью статической функции левого желудочка в этом сходится большинство экспертов и может быть рассмотрен в комбинации со стандартной терапией у пациентов на стадии B2C если не обнаружена значимая обструкция выносящего тракта левого желудочка я говорю сейчас про те состояния когда доказано что скорость на аорте выше чем 2,8 метра в секунду особенно если также у этих пациентов отмечается снижение систолической функции левого желудочка буквально два слова про пациентов которые не кошки и не собаки также пимебендан дают всем нашим маленьким пациентам хорьки морские свинки крысы хомяки обезьянки даже даем иногда хотя по обезьянкам непонятно с людьми все-таки сравнивать или нет у людей пимебендан рутина не применяется исключение япония